Всем хай! Знаете, с учетом того, что YouTube сейчас особо не монетизируется, это видео просто вышло мне каким-то абсолютно золотым. Недавно я снимала видео с обзором на самые популярные и самые дешевые вещи, которые продаются только на Wildberries. Из косметики, соответственно. Вы набрали огромное количество лайков. Спасибо вам большое, мои сладкие малыши. Огромное количество подписок было после этого видео. И поэтому сегодня я хочу порадовать вас самыми дорогими покупками с Wildberries. Это не слезы. И вот как все это начиналось. Я зашла на Wildberries и стала выбирать самую дорогую и самую одновременно популярную косметику, которую там можно только найти. И вы знаете, это был тот еще челлендж, потому что там было очень много непонятной косметики, которая стоила очень дорого, ну типа 25 тысяч за тушь. Причем очевидно, что эта тушь стоит 300 рублей, но кто-то видимо от Балды поставил такую цену, это такой блинчок, какая тушь нахрен за 25 тысяч. Ну в общем я провела несколько реальных часов, чтобы подобрать косметику. Ну что, ребятки, буду ждать свой заказ с Wildberries. Вроде должен в течение 2-3 дней полностью прийти. У вас это займет примерно 2-3 секунды. Подписывайтесь на мой канал. Ура! Три, два, один. Ура! Заказ пришел! Распаковка покупок. В таком вот, конечно, гламурном сегодня образе решила вас встречать вместе с дорогущей косметикой с Wildberries. Считаю, что мы очень хорошо сочетаемся с этим пакетом. Знаете, в жизни каждой женщины в один момент встречается такое время, что ты хочешь быть панком, а потом гламурной дивой. Запила на себя все самое дешевое, что нашла дома, но все, что, скорее всего, блестит. Две вот такие вот палеточки от Root. Это одна из самых, мне кажется, сейчас хайповых фирм, которая делает косметику, причем достаточно яркую. И, честно говоря, у меня уже... У меня уже была палетка от Root, я была ей очень довольна, но я решила сегодня взять те самые, которые были на Wildberries, отмечены как наиболее популярные. На самом деле, ребят, как вы можете видеть, я сделала очень большое количество покупок всевозможной косметики. И знаете, я сейчас думаю о том, что некоторые вещи, ну, как бы это сказать, я считаете, что взяла совершенно бесплатно. Вот эти ногти, вот эту палетку, вот эту пудру я взяла бесплатно. Бесплатно. Вы знаете почему? Потому что у меня есть это, дебетовая карта Тинькофф Блэк. Дело в том, что я не плачу за ее обслуживание, это слово, совсем. Но, как вы сами это можете понимать, обслуживание любой дебетовой карты может влетать в копеечку, потому что мы за это уплачиваем. Но, 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 до 30 июня вы тоже можете оформить карточку Тинькофф Блэк в таком вот лимитированном цветочном дизайне с вечным обслуживанием бесплатно. А еще у Тинькофф очень много преимуществ. Давайте я вам некоторые из них перечислю. До 15% на 4 категории трат, которые вы самостоятельно можете выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка на покупки у партнеров. Их список, кстати, постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями, а не бонусами. Доход до 7% годовых. На остаток по карте, который начисляется каждый месяц. Доступны бесплатные переводы с карты на карту по номеру телефона. Ну и наличные вы можете снимать в банкоматах совершенно бесплатно. Как мы могли таким нехитрым расчетом понять, нам остается очень много денег, которые мы потом можем тратить на всякие другие вещи. Скорее переходите по ссылочке в описании и оформляйте себе точно такую же карту. Помните, что это только до 30 июня. Потратьте пару минут своего времени, оформите себе эту карту и не платите за ее обслуживание никогда. Ну и карта, конечно, просто какая-то бесконечно красивая, мне очень нравится. Ну посмотрите еще раз на нее. Далее вот такая вот штучка от Lime Crime для рисования веснушек. CCC крем, который просто стоит достаточно дорого, у которого офигенное количество отзывов, поэтому нам это средство подходит. Надеюсь, будет не давно. Вот такая вот штука от ROOT для рисования всевозможных подводок. Опять-таки я, конечно, подумала, что на грудь вывалилась. Как вы ходите в таких топах, потому что мне кажется постоянно, что я как будто бы... А? А? Это уж от Clorance. Кстати, я была удивлена, что на Wild Brits не так много именно популярных люкс-брендов, поэтому брала самое дорогое из того, что нам предлагали. Упаковка потрясающая, понять бы, что это. А, кремовая румяна. Бренд не написан, давайте вскроем вместе. И это у нас от Chic. И тут я впервые задумалась, а разве Chic это не бюджетный бренд, почему он был в списке самого дорогого? Возможно, вы спросите, где помада. У меня их есть целых две штуки. Это вот такой вот блеск от Lime Crime. И вторая помада, которую я вам сейчас не покажу, но она находится у меня в руках. Эта помада стоит 8000 рублей. Я! 8000, мать их, рублей! Это вообще зачем? Перейдем к макияжу. Ваза для лица. Первое вот такое вот средство, которое я хочу вам показать. Правда, будет небольшим обманом, потому что заказывала я его не с Wildberries. Это средство от Doji Cat. Кстати говоря, совместное видео с Дарьей Граф, посвященное этой косметикой, мы уже сняли. Зато там было какое-то звездное молочко. То самое звездное молочко. Ого! А у нее интересная форма, смотрите. Такая вот она необычная. Прям, ну-ка. Как будто бы на руке ничего нету, или я ничего не понимаю. Ладно. Розовое молочко на лицо, на лицо. Могу ли я сказать хоть что-то прямо сейчас? Пока ничего не могу сказать, потому что я в целом ничего не чувствую. Я думала, ну, будет какой-нибудь, знаете, такой, ну, с блестяшкой, чтобы у тебя была такая гламурная база. Ну, потому что это логично. По факту, ну, выглядит как-то так. Просто. Просто. Ладно. Остальная косметика Доджи Кэт, видео про Доджи Кэт, но вот это я вообще не поняла. Я даже не знаю, кому это отдать, потому что это никому не нужно. Гавна кусок. Она была дерзкой девчонкой. Да, я в спортивных штанах, вы что думали, я тут в платье. А еще мой топик нифига на мне не крепится, поэтому все это выглядит так. Я... Вердикт. Не зашло. В таком виде он мне пришел. Здесь была черная матовая красивая коробочка. Давайте вместе ее откроем, посмотрим на само средство. Ну, в целом здесь все стандартно. Тональный си-си-си-си-крем. Давайте представим, что мы срываем этот нежный бутон вместе. Бутон легко не давался. Не пользовалась си-си-кремом миллион лет. Наносишь, значит, вот так ты этот си-си-крем. Берешь пальчиком вот так вот, вот, пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Делаешь вот на себе там массажик. Видишь, что оно сейчас все белое, но не поредевайте, не переживайте. Оно все будет адекватного цвета, по крайней мере, в идее должно подстроиться по цветовшей коже. Из того, что я пока хочу вам ответить за то, что я не очень поняла прикол, почему он стоит настолько дорого. Ну, потому что он как будто бы самый обычный. То есть ничего плохого, ничего хорошего. Самый-самый мега базовый си-си-крем. Наносится как обычный, как будто бы даже, наверное, не очень хороший, потому что оставляет какой-то странный липкий слой. Ну, ну ладно, сейчас подождем, пока он впитается. Все-таки я так кремообразно отехсую, да? Ну, я думаю, все согласятся, что это выглядит странно. Страшно. Что мне делать с этим лицом? Возможно, вы скажете, я много нанесла. Нет, я всегда столько наношу си-си-крема. Это норм количество. Знаете, я не могу это на себя смотреть, это меня пугает. Поэтому, наверное, следующим этапом я возьму пудру и нафиг все это добро при пудру. Вердикт, не зашло. Возможно, кому-то эти румяна покажутся не самыми дорогими, и этот человек будет абсолютно прав. Но тут поинт в том, что надо было найти не просто самые дорогие румяна, но и те, которые еще популярны и с большим отзывом. И это были только такие. Попробуем румяна для начала малюсеньким кусочком, потому что я не знакома ни с этим брендом, ни с тем, чего ожидать. И они дают максимально естественный эффект. Окей. Тогда попробую наносить вот таким вот образом. На ту зону, которая меня интересует. Так вот. На носик, конечно же. Сегодня никаких японо-анимешных макияжей я делать не буду. Потому что хочется сегодня больше в гламур идти. Запомните, что я сказала. Ой, знаете, вообще, я всегда избегала от бренд. Я даже не знаю, чей он. Но, по-моему, он русский. Прям хорошо. Мне нравится. Очень-очень нравится. Цвет потрясающий. Даже скажу вам, какой у меня оттенок. У меня оттенок... А, это русский бренд, про все правильно. А оттенок у меня не написано. А, нет, 01. Это оттенок 01. В общем, если честно, я даже не знаю, что мне сказать, потому что мне просто безумно понравились эти румяна. Они реально офигенные. Дают естественный эффект и претензий ноль. Короче, ставлю лайк. Зашло. Давайте посмотрим средство поближе. Вот такая вот приятная у него розовая упаковочка. И, по идее, эта тушь должна также немного окрашивать брови. То есть, это не просто для укладки, но также и типа тинт для бровей, которые еще и делают их пушистыми. Ну что ж, надеюсь, это действительно так. Так, это значит, что у нас еще раз Lime Crime. Оттенок у меня грязная блондинка. В этот раз я не хочу делать никакие графичные брови, поэтому я специально взяла вот такое вот средство, которое, по идее, должно мне их подпушить. Ну, знаете, как вот сейчас все самые модные дамы завещают. Хоть я с ними не согласна, потому что предпочитаю графичные брови, но говорят, это сейчас модно, поэтому пусть будет. Что хочу сказать? Во-первых, этот цвет по-любому подойдет блондинкам. Он очень хороший, он ни разу не рыжит. Он прям вот то, что нужно, такой, знаете, прям холодный блонд. Небольшой разгон о том, что Лиса Авеми всегда всем недоволна. Не знаю, какой, ребят, но я уже миллион раз говорила, скажу, впрочем, миллион первый, потому что мне несложно. Когда я покупаю дорогую косметику, я ожидаю от нее то, что она станет беспрецедентно классной. То есть такой косметики, у которой пока что на момент выпуска этой штуки нету каких-то аналогов в масс-маркете или в более бюджетном сегменте, потому что я, честно говоря, не супер понимаю, зачем покупать какие-то дорогущие средства, когда все то же самое или очень похожее на это самое, можно найти в масс-маркете. Поэтому мои требования к люкс-косметике всегда будут выше, чем к косметике обычной. Разгон о том, что Лиса Авеми всегда всем недоволна закончен. Как будто бы брови, согласитесь, спасли ситуацию. Все-таки пока мы с вами болтали, я их расчесывала, 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 и прям, ну, вот, ну хорошо выглядит, хорошо, мне нравится, ладно. Прямо благодаря бровям как-то хорошо стало. Очень нравится. Оттенок потрясающий, честно. В общем, я купила две палетки, как вы могли уже догадаться, от фирмы ROOT. Это очень хайповые палетки, я абсолютно уверена, что вы так или иначе хотя бы раз где-то их видели. У меня у самой уже была такая палетка, но у меня была не из хайповой серии, а просто какая-то, на которой мне понравилась по дизайну. Поэтому в этот раз я решила взять одну из самых популярных палеток, которая вообще у этого бренда представлена. Это вот, это вот. И какую-то их новинку, которую я толком еще нигде не видела, но мне очень понравился ее дизайн, потому что она выглядит, как палетка, знаете, от Барби, в таком же вайбе, в таком же стиле. И здесь очень приятные конфетные цвета, которые, мне кажется, сейчас будут очень актуальны, потому что, как все уже додумались, ну, как минимум по этому видео, скоро у нас снова тренды на нулевые, поэтому, девочки, мальчики, делаем розовый макияж, нет, так мы не говорим. Мы говорим вот так вот, да. Очень давно хотела протестировать вот эти вот палетки. Ай-яй. А что? А так и есть. Думаю, что я буду делать макияж какой-нибудь, знаете, розовый, прям максимально такой гламурный. Понимаю, что у меня, конечно, волосы голубые, но голубой с розовым всегда классно смотрится. В крайнем случае наденем какие-нибудь лизы тоже розовые. И буду вся такая... Давайте посмотрим по цветам, что нам здесь предлагают. Больше всего меня интересует, наверное, вот этот оттенок сегодня. И да, он как будто бы прям классный. Где вы еще такие сводчи увидите? Ладно, это была плохая идея, так это не работает. Я попрошу, чтобы мне в телеграм-канале прислали идеи розовых макияжей. Кстати, пока я прошу, чтобы мне прислали идеи розовых макияжей, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что, ребят, ну как так-то? Как вообще без этого? В семье пополнение фотки и видео малыша только в моем телеграм-канале. Я выбрала вот такой вот макияж от Kylie Jenner. Считаю, что это вообще идеально из того, что можно придумать. И он у нее как раз выполнен вместе с цветной подводкой зеленого цвета, но я вместо зеленого воспользуюсь голубой. Думаю, что будет мне хуже. Что ж, давайте попробуем. Для начала нужно будет использовать, конечно же, какие-то базовые оттенки теней, чтобы все это на них наслаивать. В этой палетке я такого нужного у меня сейчас оттенка не нахожу, зато вот в этой вполне себе подойдет такой оттенок. Как раз-таки беру другую палеточку и беру вот этот вот светлый розовый. Я наношу прям на все мое веко. Слушайте, тени просто вау, мне так нравятся. Просто зацените, потрясающе красивый розовый цвет, такой яркий, такой пигментированный. Боже. Недавно я пересматривала свои видео, после того, как в очередной раз попробовала что-то для себя новое. Короче, кто не знает, я недавно первый раз выступала в качестве ковер-тенсера. У меня был мой первый паблик, боже. Мне безумно понравилось выступать на Никольской в самом центре, мне безумно понравилось репетировать, у меня в команде очень классные девочки. Я вообще очень рада, что меня приняли. Ну и как обычно, это значит, что бывает, стоит тебе что-то новое попробовать, сразу накидываются. Типа, ай, ты не так классный танц. Ну и вот. И я так задумалась, что вот на самом деле это очень неприятно, когда ты что-то впервые пробуешь, и тебе сразу пишут, что ты какой-то фу. Потом я решила открыть мои первые видосы, там тоже что-то были розовые макияжи, вот именно с макияжами, знаете. И красилась я так отвратительно. Так отвратительно красилась. Но мне так нравилось, как я крашусь, так нравилось. И я просто делала то, что хотела делать. И что мы имеем? Поэтому, если у вас начинает кто-то там на вас высираться, шлите этих людей нахрен. Я на вас никогда не буду высираться. Если человек, который тебя обсирает профессионал в своем деле, не важно, там, популярный он визажист, который реально умеет краситься, и он говорит, что твой макияж говно, а зачем вообще кому-то, кто в чем-то очень хорошо шарится, ему удовлетворят за счет того, делают это менее круто. Ну, типа, я вообще не могу себе представить ситуацию, при которой я увижу, что кто-то из моих знакомых решил стать, ну, например, бьюти-блогером, и пойду на этого человека наеду. И буду говорить ему, что он как-то хреново красится, зачем? Если человек у меня спросит советы, что он делает не так, я ему любезно подскажу. Но просто так писать ему о том, что он дно, и вообще обозорился, и так дело было нельзя, и не надо, и вообще займись чем-то более полезным, Арун, я бы никогда никому не стала, потому что, ну, если человек хочет в чем-то пробовать, пусть пробует. И эта позиция классная. Все остальное отстой. Токсичная критика полный отстой. Зашло! Распаковываем подводки цветные. Эти подводки на водяной основе. Такого плана подводочки у меня уже были. Посмотрим, что предложит нам это. Конкретно здесь получается бренд ROOT, тоже то же самое, который и те некоторые использовала. И здесь четыре цвета, я буду использовать голубой. Рисую самую обычную широкую стрелку, как у Кайли, только вместо зеленого и голубой. Ой! Цвет такой насыщенный, я даже не ожидала. Ладно, это с этим мы разберемся потом. Сейчас стрелка. Кстати, если вы досмотрели до этого момента, то обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что следующее видео выйдет, когда я наберу 10 тысяч подписчиков. И, кстати, ставьте лайк, если хотите, чтобы я сняла то же самое видео, только со зоном. Будет классно. Очень хорошее перекрытие. Легко наносится. И, кстати, быстро схватывается, не течет. Что-то у меня полно такого плана подводок. Потому что все они текут сразу, как черти. Но, блин, не уверена, что черти текут. Это прям класс! Зашло! Что ж, давайте посмотрим на эту тушь поближе. Она поставляется вот в такой вот красивой коробочке. Открываем ее. И внутри, ну, в целом, достаточно просто выглядящая тушь в какой-то глянцевой розовой тубе. В принципе, выглядит мило. Ну, нам главное не внешний вид, а ее качество. Ну что, момент истины. Но перед этим извинения. Минутка работы над ошибками. В прошлом видео, которое было посвящено самой хайповой косметике с Wildberries, я сказала, что не понимаю ажиотажа вокруг этой туши. Но очень много комментариев мне писали о том, что тушь на самом деле класс, и ты просто должна ее распробовать. Я распробовала ее, послушала вас, и действительно могу отметить, что эта тушь класс и заслуживает абсолютно каждого своего отзыва. Пожалуйста, Люкс Визаж, возьмите у меня рекламу, я буду вам очень рада, потому что ваши средства определенно охренительно классные. Я очень фэнси, я подхожу по концепции вашего бренда. Я не издеваюсь. Пользуюсь дорогущей тушью. Вы знаете, тушь это та вещь, которую я никогда в своей жизни, ладно, когда-то, когда была мелкая и неопытная, покупала дорогую, но потом я поняла, что между дорогой тушью и тушью, которая стоит 400 рублей, никакой разницы нет. Особенно после Люкс Визаж, который меня просто покорил. В целом, что сказать пока что предварительно про эту тушь. Она похожа на тушь, она меня не бесит, хотя это первый раз, когда я ее использую, что уже хорошо. Ибо от Люкс Визаж у меня были немножко другие впечатления, когда я первый раз ее нанесла на глаза. Но здесь как бы просто норм тушь. Но в этом, собственно, и проблема. Эта тушь просто норм. Типа, я думаю, вы сами видите, она не сделала никакой магии с моими ресницами. Вот вообще никакой магии. А стоит она, блин, магическим образом до хренища. А сейчас мы еще с вами нижние ресницы попробуем. Будет сейчас просто, я уверена, супер пляска. Потому что нижние ресницы это отдельная история. Очень грустная. Ну, чего и следовало ожидать. Нижние ресницы такие туши не красят никогда. Вот как я должна реагировать и что я должна говорить на тему туши, которая стоит, блин, несколько тысяч рублей. И вот такой вот хрень делает с моими нижними ресницами. Просто объясните, пожалуйста, как я должна на это реагировать. Вердикт. Не зашло. Слушай, тут просто огромное количество способов, чтобы нарисовать себе веснушки. Кто-то любит баллончики, кто-то делает это тенями. Я же предпочитаю маркеры. Я несколько месяцев назад заказала себе Colourpop специальный маркер для веснушек. И мне эта штука очень понравилась. Поэтому сегодня я купила еще дорогущее средство от Lime Crime. И хочу его протестировать. Я очень надеюсь, что оно реально стоит своих денег. Потому что, ну честно, это очень дорого для, блин, маркера для веснушек. Берем средство для веснушек. Это у нас тот же получается Lime Crime. Ну и, собственно, рисую веснушки, как обычно рисую. Во! Оооо, ребят, они такие естественные получаются в этой, видите? Вот я что-то как-то даже не ожидала. У меня от Colourpop была штука для рисования веснушек. Но эта, она офигенная. Она реально как будто у меня естественные веснушки. И ты нажимаешь вот так, тык, и маленькая точечка посильнее. И у тебя такая, знаете, как будто бы большая веснушка. Кайфовая вещь. Вот это, честно, буду покупать много раз. Очень-очень зашло. Зашло. А теперь, ребят, то, что я обещала вам показать. Ту же за... Ой, прости. Помада за 8000 рублей, которая выглядит вот так. Подарила мне подружка. Эта помада, ребят, LeBoutin. Кто не знает, это такая обувь, которая была модная среди богемы из города Москвы. Году так в 11-м. Я просто не знаю, что сказать, потому что эта штука стоит 80 рублей. И к ней идет в комплект вот этот вот шнурок от кроссовка. Кстати, на сайте пишут, что помада стоит 7000, но по факту 8,7 метра со скидкой цена. Ну, цвет базовый, красный. Очень не подходит к моему макияжу глаз, но да пофиг. Главное, что подходит к цвету моей кожи, потому что люблю красный. И сочетание красных губок и голубых волос все еще мне нравится. И она прям классная. Хотя я сделала гламурный макияж, в итоге все равно получилось, конечно, на самом гламурный. Повешу, в общем, это себе на шею, чтобы все знали, что у меня есть 80 рублей на помаду. Капец. Ой. Ой. Все облетело, господи. Короче, вот так выглядит эта штука. За 80 рублей купили бы вы ее или нет. За 8000. И обрадовались бы такому подарку. А я, в общем, теперь пафосный человек с такой крутой помадой на губах. И вот здесь. Интересно. Вот на мне сейчас помада за 8000. Кто-то бы вообще понял, что я настолько пафосная, что моя помада стоит 80 рублей. Девочки, 80 рублей за помаду. И мальчики, в общем-то, тоже. Не знаю, что сказать, поэтому возьму Wet Cherry Gloss от Lime Crime. Спасибо. И покрою сверху. Блин! Запах! Офигенный запах! Ну и в целом, эта прозрачная штука, по-моему, даже не стоит ничего говорить. Все видно и так. На самом деле, мне нечего сказать за помаду за 8000, потому что мой мозг мало сломан. Поэтому, вот, короче, помада Lime Crime за 2. Все еще буду держать помаду Лоботен в руках. И теперь знаете, что у меня есть помада от Лоботен за 8000 рублей. Сколько раз я сказала, что ее цена 8000. Вот в каком-то таком странном очень состоянии. Она самая хайповая база. Получается вот такой вот нейтральный оттенок. Мракобесье! Честно, пакетик мне тоже не внушает особо доверие. Минутка кринжа, приготовьтесь.